Солнце только что выглянуло. Город еще спал. Изредка, глухо, словно с того света доносились стуки извозчей пролетки. Волга тоже тихо дремала. А вот мы с вами дремать не будем и почитаем рассказ самарца Бориса Краснослободского, который увидел свет летом 1918 года на страницах журнала «Кооперация и жизнь». Есть на свете реченка Самара. Она тихо, так тихо течет, а на той стороне плановая. Утешение в ней каждый найдет. Волга тихо дремала, но на берегу ее проснулась такая же, как вчера и третьего дня жизнь. Снова загудели заводы, задомились их трубы, засуетились в поисках хлеба насущного люди. Вот закричала над треснутым сосна голосом бобенка «Вишни! Вишни садовой!» Щелкнула где-то калитка и заскрипели на коромысли пустые ведра. А вот на простор утренней волны вышел красавец-пароход. Шипя и надуваясь, словно злясь на кого-то, он стал быстро удаляться вниз по Волге. А там, где виднелись еще не проснувшиеся и нежно дремавшие синие горы, показался другой пароход, который быстро приближался к пристани. А здесь, на пристани, шумела масса оборванцев. Все они таскали на своих мозолистых плечах огромные тюки, воодушевляясь крепкими словечками. Все они, казалось, думали, что если завернешь такое словечко покрепче, то крепче возьмешься и за свою нож тоже. А вот послышалось неизбежное на Волге «Эх, пошла, пошла, сама пошла». То ухала артель, работавшая на одной из барж. Закричал перевозчик и стал как-то неловко приставать к пристани. А вслед за тем с парома повалила разношерстная толпа. Большей частью крестьяне из окрестных сел. Бабы и девки несли в руках и на плечах корзины икринки с молоком, сметаной, яйцами, а в руках у одной из них даже кудахтали куры. За пешими начали выводить нагруженных всякой-всячиной лошадей. Тут были ваза с хлебом, с сеном, с соломой. За одним из них шел мужичонка и вел такую же тощую, как он сам, коровенку. Все это везлось в город для продажи. Везлось совсем не потому, что всего этого было вдоволь, а просто приближалось время платить подати. Вскоре эта нахлынувшая толпа разбрелась по городу. Поднималась последняя кляча в гору с громадным возом соломы. Да, Калистрат Васильевич, который шел сначала за этим возом, а потом зачем-то остановился и, немного подумав, снова вернулся на пристань. Кляча с возом соломы давно уже выбралась в гору, а он все еще расхаживал по пристани, поглядывая по сторонам и ища чего-то глазами. Видно, он вовсе не торопился в город. На берегу были разбросаны бревна. Он подошел к ним, почесал в своем лохматом затылке, откинул назад пол своей одежонки и тяжело опустился на дно из бревен. А усевшись, начал оглядываться по сторонам, чтобы убедиться, что по близости никого не было. Людей и вправду не было. Только на одной из барж заканчивалась разгрузка. Возле ее бегал какой-то маленький мальчишка. Да где-то в стороне ухала артель бурлаков. Убедившись, что его никто не видит и не слышит. Калистрат Васильевич полез за голенич своего спага, откуда достал что-то завернутое в тряпочку. Развернув тряпочку, он взял в руки нечто вроде табачного кисета, только больше величиной. Это был обыкновенный крестьянский денежный мешок. Тогда Калистрат Васильевич еще раз огляделся по сторонам и принялся за дело. Вокруг было все тоже. Продолжала разгружаться баржа. Возле нее по бревнам бегал какой-то мальчишка. Да в стороне ухала дубинушка. Калистрат Васильевич расстегнул мешок, достал из него кредитки и начал пересчитывать их. При этом по его лицу то и дело пробегало видимое удовольствие. Да и как было не быть довольным, если вот уже несколько лет кряду он старался зашибить деньгу, чтобы потом перебраться в город, купить там себе домик и заняться извозом. Город не то же село. Здесь он припишется в мещане, а мещанин не чита крестьянину. Вчера вечером он долго говорил об этом со своим батюшкой. Батюшка хоть и не одобрил всех его замыслов, но зато дал добрый совет. Советовал те деньги, что были уже скоплены, положить в государственный банк. Но там их не сожгут и не украдут. Да и польза от этого есть. Деньга родит, деньгу проценты дает. Много насчитал своих кровных Калистрат Васильевич. И так увлекся, что не заметил, как подбежал к нему мальчишка. Тот самый, что бегал неподалеку от выгружавшейся баржи. Он, может быть, и вовсе не заметил бы его, если бы не услышал за своей спиной какие-то стуки. А услышав их, Калистрат Васильевич обернулся и увидел мальчонку, который бегал с каким-то молоточком и постукивал по бревнам. «Эй, малец!» — окрикнул он мальчишку. «Чего это там постукиваешь?» «Да мух, дяденька, давлю!» Бойко отозвался тот и уже перешел на бревна, которые лежали немного сбоку от Калистрата Васильевича. Посмотрев, как он давит мух, Калистрат Васильевич опять принялся за счет своих денег. 103, 105, 108. Между тем стуки раздавались все ближе и ближе к нему, но он уже не обращал на них никакого внимания, даже как будто бы забыл про мальчишку, который крутился неподалеку. Да и до неволи теперь было Калистрату Васильевичу, когда дело перевалило на пятую сотню. А между тем мальчишка совершал сложную работу, от которой зависела и его судьба, и судьба Калистрата Васильевича. Заметив, что дяденька увлекся и уже не обращает на него никакого внимания, мальчишка перестал давить мух и вбивал гвоздики в разбросанные полы его одежонки. А закончив эту работу, он очутился перед Калистратом Васильевичем, который тоже, в свою очередь, закончил подсчет денег. «А где здесь малец Государственная банка?» Прибирая кредитки в одну кучу, спросил Калистрат Васильевич. «А вон, дяденька, видишь, Белый дом? Это и есть Государственная банка!» Ответил, приближаясь к нему малец, показывая пальцем на здание на горном пустыре. Калистрат Васильевич собрался было встать, но тут почувствовал, что удивительно сильная рука выхватила из его слабых рук кредитки. Он хотел броситься за мальчишкой, но здесь Калистрат Васильевич понял, что хвост его одежонки пришит к бревну. При этом пришит так ловко, что не сразу сообразишь, как освободиться. Тогда он начал кричать на барже, где заканчивалась выгрузка. Хорошо слышали его крики, даже остановились с работой и о чем-то рассуждали. Но на помощь не торопились, а баришка, меж тем, скрылся в проулке. Прошло несколько минут. А Калистрат Васильевич все еще не догадывался освободить свои руки из одежды, что единственное и оставалось сделать. Вскоре, впрочем, подоспела и опоздавшая помощь. Начали сходиться люди, но чем они могли помочь бедному мужичку? Они только расспрашивали его, да пособили вылезти с Чапана. Да чего, чего, сквозь слезы огрызал Скалистрат. Мальчонка мух давил, а потом зад мне пришил. А как я деньги счел, он выхватил их и тягу. Вот и лови его. С этими словами он начал освобождать Чапан из-под гвоздей. Наконец, ему удалось освободить Чапан и, захватив его в руки, еле сдерживаясь от горьких слез, он побрел в гору по той же самой дороге, по которой побежал воришка. Придя в полицию, Калистрат долго разыскивал его степенство. Наконец, нашел его и поведал ему всю свою историю. Его степенство внимательно и с удовольствием его выслушало, немного хихикало, а затем приказало какому-то Васильчу записать все это в большую и толстую книгу. Горе бедного мужика занимало не одно только его степенство. Присутствовавшие в полиции полицейские и посторонние с удовольствием слушали его историю и озирали бедного наивного мужика. «Ну а теперь можешь идти», – сказала, наконец, его степенство Калистрату Васильевичу. «Куда ж идти-то прикажете?» – радостно спросил Калистрат, как будто бы стоило только сходить туда, куда его посылали, и деньги сразу найдутся. «Куда-куда? К черту! Так вас, деревенских дураков, и надо!» – ответило ему на это его степенство. Калистрат нисколько не обиделся на эти слова и побрел обратно. Оказавшись на берегу, зачем-то снова полез за голенище своего спага и достал оттуда все, что там осталось. Это была трешница и гривна, которые дали ему на перевозе как сдачу. Вот с этими-то грошами он сел на прежнее место и стал дожидаться парома, чтобы ехать домой. И теперь я сама хулиганка. Пью вино, сигарет курю, бью я граждан, танцую цыганку и безумно мальчишку люблю. А с вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова